Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить низкокалорийный творожный десерт. Честно вам признаюсь, за все время, что я занимаюсь ПП, это, наверное, самый вкусный десерт, который я готовила. Он пользуется огромной популярностью у людей, которые сидят на ПП и которые не сидят на ПП, потому что он настолько универсальный, что абсолютно все его могут оценить, независимо от привычек питания. И давайте, конечно же, приступать. Покажу вам, что вам для этого пирога понадобится. Первое, что я буду брать, это овсяную муку. У меня здесь приблизительно полтора стакана. Потом нам понадобится сахар. Если вы жестко придерживаетесь ПП, то замените его на сахарозаменитель, стевию, на что угодно. Я, в принципе, в разумных количествах люблю сахар использовать, то есть ничего вредного супер я в этом не вижу. Дальше нам понадобится разрыхлитель для теста. Здесь у меня 130 граммов обезжиренного масла. Также нам понадобится творог. Я сразу уже разделила в целях экономии белки от желтков, но здесь у меня 2 яйца. Нам отдельно понадобится 2 желтка и 2 белка. И последнее, что нам понадобится, это сметана пониженной жирности. Это 15% сметана. Итак, давайте приступать. Первое, что я буду делать, это смешивать мою муку. Масло предварительно оставьте на столе часа на добрых 2, для того, чтобы оно растаяло. То есть оно должно быть вот такое вот совсем пластичное, для того, чтобы нам легко было замесить тесто. Также мне понадобится сахар. Я здесь делаю на глаз. Вот сюда я буду использовать, наверное, ложки 2, не больше. Также 1 чайная ложка разрыхлителя мне сюда понадобится. Ну, приблизительно как-то так. Замешивать это тесто должно быть довольно просто. И в итоге у вас должно получиться очень такое песочное, мягкое тесто. По чуть-чуть буквально начинаете масло разминать вместе с мукой. Вот, почти наше тесто уже готово. Должно получиться что-то вот такой вот консистенции. Все, мое тесто готово. Должен получиться вот такой вот шарик. Теперь, что я буду делать, это разделять это на 2 части. Опять-таки на глаз измерять там ничего не буду. Даже, может, чуть-чуть меньший шарик я откладываю назад в миску. И его я буду замораживать, ну, в течение, наверное, где-то получаса, так точно. Может, чуть больше. Мне нужно, чтобы этот кусочек хорошо заморозился. И потом, в самом конце, он нам понадобится. А первый кусочек, который я разделила, я могу оставить при комнатной температуре. Потому что он, вернее, его я буду раскатывать в самый низ формы. Это будет основа нашего пирога. Пока тесто у нас замораживается, давайте приступим к творожной начинке. Беру творог и сюда я добавляю желтки, которые я уже предварительно разделила, и сметану. Все, кстати, объемы я напишу, если я вдруг что-то забыла сказать. Я напишу в описании к этому видео. Вот, по сути, это все. Теперь беру вилку и начинаю это все перемешивать достаточно аккуратно. У вас должна получиться относительно жидкая консистенция. Но не слишком жидкая, приблизительно вот такого вот вида. Творог наш мы опять откладываем на какое-то время. И теперь нам нужно взбивать белки с сахаром. Для этого я воспользуюсь комбайном. Выливаю белки. И здесь, опять-таки, на глаз нужно добавить сахара. В эту часть я вам советую чуть побольше сахара добавлять. То есть, если в тесто это не настолько важно, то сюда я бы добавила ложечки 3, наверное, такие с горкой. Ну что, поехали. Теперь самое время собрать все вместе. Белки я взбила и добавляю к своей творожной массе. Все это я буду легко перемешивать, для того, чтобы вот эта текстура легкая не разрушилась. Вот, приблизительно как-то так. Теперь приступаем к сбору нашего пирога. Тесто можно раскатать, а можно, в принципе, даже и не раскатывать, потому что оно достаточно мягкое и песочное. И можно его вот прям уже в нашей форме и размять. У меня это немножко большая форма, но другой, к сожалению, нет. Поэтому я всегда с ней мучаюсь. Надо бы купить, конечно, поменьше формочку для этого пирога. Но так. Кстати, я форму ничем не смазывала, потому что это тесто, оно уже с маслом, поэтому оно довольно-таки жирненькое и не должно будет прилипнуть. Следующий шаг, это творожная масса. Сверху ее выливаем на наше тесто. Последним шагом на крупной терке я буду натирать замороженное тесто и буду его натирать сразу сюда, в форму. Все, что мне осталось делать, это отправить этот пирог запекаться. Я его буду запекать приблизительно где-то полчаса, но всегда следите за тем, как он выглядит, чтобы он не подгорал. И температура около где-то 200 градусов должна быть. Пирог у меня испекся. Теперь мне нужно открыть дверку духовки и подержать еще так где-то приблизительно полчаса, может быть час, для того, чтобы он еще остыл на открытой духовке. После чего желательно, конечно, его подержать при комнатной температуре еще пару часов, для того, чтобы он затвердел больше и все слои своего рода уплотнились и когда вы будете резать этот пирог, чтобы это все не перемешалось в кашу, а именно было плотным и выглядело вот так вот, как один, второй и третий слой. Поэтому давайте его еще оставим на какое-то время, я потом вам покажу уже финальный результат. Все, мой пирог полностью остыл. Предлагаю сейчас его разрезать, посмотреть, что у нас получилось. Пахнет пирог просто изумительно вообще. И вот, кстати, то, что мы делали, сверху натирали, оно запеклось в такую своеобразную корочку и тоже как декоративный элемент такой красивый выглядит. Давайте теперь в разрезе на него посмотрим. Как видите, получилось как раз то, о чем я и говорила. У нас получился такой своеобразный трехслойный пирог. Все держится очень плотно и красиво. И сверху все это стружка такая тоже симпатично выглядит. Как вариант, еще можно перед тем, как вы будете натирать тесто, выложить какие-то фрукты по вашему вкусу. Я лично люблю клубнику. Клубника здесь будет отлично. По вкусу сочетаться со всем остальным. Ну и, в принципе, вот так вот без фруктов тоже это отличный десерт. И каждый раз, когда я его подаю на стол, меня все спрашивают, точно ли я это сама готовила. Потому что всем кажется, что довольно сложно он готовится. Но в то же время, как вы видели, не все так сложно, как кажется. Ну, это все. Я очень надеюсь, что вам этот рецепт пирога придется по душе. И вы попробуете его приготовить. Если будете готовить, кстати, обязательно сфотографируйтесь, заливайте в инстаграм с хэштегом ppbeautybenefits. Таким образом, я смогу тоже увидеть ваше творение. И мне будет очень интересно, конечно же, посмотреть, что у вас получается. На этом я буду с вами прощаться. Обязательно ставьте лайки этим видео, если они вам нравятся. Вы хотите, чтобы я продолжала снимать рецепты для вас. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать будущем видео. И мы с вами увидимся в следующих. Пока! К сожалению, на этот Новый год мы с Никитой очень сильно заболели. Причем не просто там какой-то насморк и все, а высокая температура, всякие ознобы, трусила. Макияж, который можно сделать куда-то на выход, на какое-то мероприятие, в общем-то, это моя интерпретация макияжа, который бы я сделала, вот если бы мне нужно было идти на какое-то важное событие. Или если бы у меня был какой-то праздник, куда надо было бы сделать какой-то красивый макияж.